Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с директором Магаданского политехнического техникума Русланом Федорчаком. Здравствуйте! Здравствуйте! Руслан Анатольевич, Вы уже не первый год возглавляете техникум. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, что уже получилось сделать, а что еще предстоит? Такой нескромный вопрос, надо себя похвалить, что я сделал за это время. На самом деле сложно себя оценивать, но если попробовать посмотреть со стороны, то мы значительно за этот период улучшили материально-техническое оснащение техникума. То есть приобретены наглядные пособия оборудования для геологической отрасли, для электротехнического отделения, для веб-дизайна, для системных администраторов. Был период времени, когда мы, честно скажу, находили общий язык с коллективом. Я считаю, что уже достаточно времени прошло, то есть это три года, то есть уже все острые углы мы обошли, и сейчас плодотворно работаем на дальнейшее развитие техникума. Мы приводили в порядок финансо-хозяйственную деятельность, то есть хозяйственную деятельность непосредственно отрабатывали. Но сейчас мы занимаемся именно учебным процессом, поскольку в последнее время в системе ИСПО достаточно много изменений нормативной базы, то есть обновляются федеральные и государственные образовательные стандарты. Сейчас наша система, наверное, является самая динамично развивающаяся система в образовании, поскольку очень долгое время система профтеха, ИСПО, ПТУ считалась. То есть для ребят, которые не поступили в институт, кто не пошел, кого отправили из школы, то есть кто-либо просто закончил школу и не знает, что делать, и отправляли ребят в систему ПТУ ИСПО сейчас. И поэтому мы нормативной базой занимаемся, то есть дорабатываем ее, улучшаем для того, чтобы наши выпускники соответствовали требованиям тех стандартов, которые на сегодняшний день предъявляют в реалии. И чемпионатное движение молодые профессионалы, то есть достаточно высокий уровень имеет. Поэтому на сегодняшний день это основная работа, которой мы занимаемся. Ну и я считаю, что самый большой вклад нашего коллектива в деятельность учреждения, это то, что из студентов в том числе в этом году будет начата реконструкция всеми известного недостроенного здания по улице Карла Маркса, то есть лабораторно-спортивного комплекса. Губернатор согласовал данный вопрос. Средства предусмотрены в программе развития Дальнего Востока и Забайкалья. Поэтому, когда мы его достроим, количество студентов и количество специальностей также в Магаданском полиотехническом техникум увеличится, и ребята будут обучаться в более комфортных, в более технически оснащенных кабинетах и лабораториях, и повышать другие работники предприятия, также повышать свой уровень на базе нашего техникума по переподготовке, то есть курсу повышения квалификации. WorldSkills. Делегация преподавателей и студентов ездила на это соревнование в Казань. Скажите, пожалуйста, чего добились, что нового узнали, и как планируете дальше развиваться в этом направлении? Делегация Магаданской области, то есть я ездил, и студенты наши ездили, но мы участвовали именно не в конкурсной программе, а мы участвовали в программе «Посетитель». То есть наши студенты смотрели по своим специальностям, по своим компетенциям, как вообще происходит этот процесс. Ну и руководители образовательных организаций, представители министерства, то есть уже все это оценивали, смотрели с точки зрения организационных мероприятий, ну и вообще дальнейшего развития данного направления на территории региона. Мероприятие колоссальнейшее, объем работы проведен организаторами просто огромный, но и сама атмосфера, знаете, как бы насыщает эмоциями и энергией, чтобы приезжать в регион и работать, реализовывать ту программу, которая, чтобы наши студенты смогли получать именно новые знания, новые компетенции. Потому что чемпионат был международный, были делегации, по-моему, 63 стран, если мне память не изменяет, очень много студентов, очень много экспертов и очень много компетенций. И, ну я так скажу, то есть мы подчеркнули для себя то, чего мы хотим добиться здесь, на территории региона, и посмотрели вообще систему работы и систему взаимодействия. То есть поставили себе цель для того, чтобы всем было интересно. Потому что если мы не будем достигать какого-то результата и не показывать студентам, будущим абитуриентам и родителям, что ваши дети, получившись в техникуме, могут стать и добиться вот этих результатов, то, наверное, к нам никто и не пойдет тогда на обучение. Вот очень интересно. Соответственно, мы здесь для себя взяли именно автомеханическое направление, направление информационных технологий. Есть нам где развиваться по электротехнической дисциплине, то есть также наши направления, ну и такое наиболее глобальное направление, связанное со строительством. Руслан Анатольевич, скажите, пожалуйста, мы находимся сейчас в аудитории. Что это за аудитория? Это аудитория, это наглядный пример честно-государственного партнерства, взаимодействия образовательной организации и предприятий, которые работают на территории области. Здесь реализован совместный проект с Полисом. Это золотодобывающая компания, которая берет наших студентов на практику и потом, соответственно, к себе на работе, о том, что компания оборудовала нам учебный кабинет и лабораторию по обогащению полезных ископаемых. То есть в нижнем корпусе у нас там порядка 200 квадратных метров площадь, то есть отремонтированная оборудованная техника, где ребята обучаются и проходят учебную практику. И, ну, как мы видим, да, то есть фактически новый кабинет, интерактивное оборудование. Красиво, чисто, удобно. И самим ребятам приятно учиться, и преподавателям в таких условиях приятно преподавать. Это вот как бы говорит о том, что, как бы, то есть мы идем к постоянному совершенствованию материально-технической базы учреждений. Мы уже коснулись темы обучения. Скажите, пожалуйста, как построен учебный процесс во время пандемии? Сложно он у нас проходил, построение, потому что для нас всех это было новое. Ребята, находясь дома, то есть выходили на связь там в определенное время с преподавателями, то есть общались, ощущали какие-то практически лабораторные работы, то есть либо слушали лекции. То есть были у нас ребята, у которых не было возможности там технику использовать, то есть мы там предоставляли компьютеры, то есть для того, чтобы они дома смогли работать. Ну и ребятам в общежитии, потому что тоже не у всех были там планшеты или ноутбуки, также были поставлены персональные компьютеры, где ребята занимались, готовились. Я так скажу, то есть гладко не было. После окончания техникума помогаете ли вы студентам в трудоустройстве? Да. То есть мы в прошлом году на базе Магаданского политехнического техникума, Министерства образования, создан был Центр трудоустройства выпускников системы СПО. И наши студенты, я вам честно скажу, то есть трудоустраиваются при желании, то есть на работу по специальности. То есть у нас сейчас достаточно хороший процент трудоустройства это 65, то есть это объективные цифры, то есть это уже, знаете, не нарисованные, то есть как бы это именно реальные те объективные цифры, количество студентов, которые после окончания техникума пошли работать по специальности. То есть на руку тут же опять же сыграла пандемия, потому что границы наших соседних государств были закрыты, и, соответственно, то есть рабочей силы на предприятиях не хватает. То есть и поэтому особенно горная отрасль, золотодобывающая отрасль, условно говоря, там в очереди стояла за студентами. Еще во время преддипломной практики студенты на руках уже имели действующие договоры с предприятиями, что после окончания они к ним идут на работу. В основном львиная доля студентов уходит в вооруженные силы, ну это если мы про ребят говорим, про пацанов. Но тем не менее, они когда возвращаются, если они хорошо себя зарекомендовали, то есть работодатель готов их ждать год, чтобы взять к себе на работу. Руслан Анатольевич, спасибо за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова